После школьных учебников в смартфон отправят журнал учителя и дневник. Уже 18 февраля общеобразовательные учебные заведения Одессы подключат к системе электронный журнал. Накануне программу представили для 60-ков преподавателей из разных школ города. Сам по себе электронный дневник и журнал это не ново. Они существуют. Особенностью нашего проекта заключается в том, что для его создания, для его работоспособности, для того, чтобы он вообще появился, нет никакой необходимости в трудозатратах со стороны персонала школы. То есть он генерируется абсолютно автоматически. В системе нужно знать только текущее расписание, календарные праздники, а также дни, условно, праздники, каникулы и так далее. То есть дни, когда не работает школа. На основании этой информации система создает не только журнал под каждую учебную дисциплину и дневник для школьников, но и календарные планы для всех предметов. В этом, по словам разработчика, и заключается инновация. С внедрением новой украинской школы на преподавателя и без того ложится серьезная нагрузка. Где найти время, чтобы вручную проводить эту бесконечную отчетную работу? Во время презентации учителя внесли свои предложения в проект. Например, некоторые виды работы, которые выставляются без даты, как их правильно передавать родителям и так дальше. Я думаю, что это все-таки условные моменты, которые в процессе дискуссии будут решены, но на сегодняшний день, мне кажется, что без электронного ресурса невозможно. Тут из зауважений система не пока что не предупреждает выставление оценок тем числом, которое уже произошло. То есть задним числом бывают такие случаи, что не всегда учители могут выставить, в этот день, который произошел, там контрольная работа, сколько не встегает учителей их выставить. Разработчик пообещал учесть замечания учителей, тем более, что технического труда это не составит. В целом, педагоги положительно воспринимают приближение научно-технического прогресса. Разработчик слышит, видит, идет на диалог, понимает, понимает, что хотят видеть учителя и понимает, что хотят видеть родители. Конечно, большим подспорьем есть то, что это один из тех немногих ресурсов, который на сегодня является бесплатным до школ, и, соответственно, не будет требовать вложения от родителей то, что было до сегодняшнего дня. Формат электронного журнала достаточно удобный, когда родители могут контролировать ребенка на отстане, они видят, какие оценки у ребенка, какая тема была пройдена, и это достаточно удобная система. И данная программа, в том случае, и зрозумела для родителей, они видят только данные своей ребенка, не всего класса. У некоторых преподавателей, которые привыкли каждый свой шаг согласовывать с вышестоящим начальством, возник вопрос, а есть ли зеленый свет от города и профильного министерства? Айтишники сразу же обнадежили руководителей школ. Сейчас в Министерстве образования происходит работа над созданием национальной системы, аналогичной нашей. Мы входим в кооперационный совет по созданию этой системы. Другими словами, работа по созданию, все понимают, это надо. Мы живем в 21 веке, мы живем в информационную эру, но вести преподавание по технологиям 50-х годов, это уже неправильно. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал Репортер.